Все самое свежее и интересное, изданное в нашей республике за последние несколько лет, будет представлено здесь, на Театральной площади, в день открытия ярмарки-выставки. Ровно в полдень, уже в это воскресенье, здесь заработают интерактивные площадки. Мастер-классы, презентации книг прозвучат и произведения коми-писателей, причем из уст самих авторов. Такого в нашей республике еще не было. Настоящая литературная загрузка. На одной площадке сойдутся и республиканские, и федеральные издатели. На других посмотреть, да и себя показать, почему бы и нет, тем более похвастаться есть чем, причем и тем, и другим. Издатели, те люди, которые приносят свои произведения в издательство, авторы, библиотеки, чтобы они каким-то образом сблизились, помочь им сблизиться, организовать им площадки для сближения, в том числе и с потенциальными читателями. На выставке, которая пройдет 20 мая на уличной части, на Театральной площади, будет организована та самая выставка издательств нашей республики, издательств других регионов страны, из Москвы, федеральных издательств, которые прибудут сюда, в нашу республику, для того, чтобы показать успешный опыт работы. Формат выставка-ярмарка сегодня только набирает обороты. По мнению организаторов, именно такая форма становится хорошим толчком в развитии книжного рынка, популяризации книги, поддержки чтения. С этим согласны авторитетные федеральные эксперты. Фекла Толстая, Алексей Варламов, Елена Шубина. Решение об участии в Аллой Ленте они приняли сразу после того, как ознакомились с программой. Ярмарочные мероприятия, даже если посмотреть чисто российские, они всегда были связаны с таким большим действием, уличными мероприятиями. И с продажей, и со встречей, и с разговорами, и с общением, и с играми, и с шутками. И я думаю, что именно все это будет присутствовать. Позволяет нам еще порадоваться нашему предстоящему мероприятию очень прямой контакт. Писатели, они будут прямо на ярмарке работать, так же, как проходит на других выставках в России, в столицах. Писатель представляет свое издание, тут же общается с читателем, может даже не с читателем, а просто со зрителем, с первым горожанином, который первый раз его увидел и услышал. Пять дней и десятки площадок, экскурсия по типографии, встреча с ветеранами журналистики, художниками, иллюстраторами. Круглый стол по проблемам книгоиздания и даже практический семинар для учителей биологии «Как превратить урок в квест». Мероприятия пройдут и в школах Визябожа и Зеленца. Месяц был, с нашей точки зрения, очень удачно выбран. Книжная ярмарка связывает два очень замечательных события в жизни республики. Это день коми-письменности и день славянской письменности и культуры. Поэтому мы в стороне от этого проекта никак не могли остаться. Я думаю, что для Сыктывкара это очень востребованный формат, потому что на самом деле в столице республики такого книжного праздника, который бы проводился с таким масштабом, на самом деле нет. Я надеюсь, что праздник приживется и будет проходить ежегодно. Назвали выставку-ярмарку в честь произведения писателя Василия Юхнина. Долгое время книга считалась первым национальным романом в коме-литературе. Очень уж понравился организаторам этот образ – алая лента. Да и в год 80-летия с момента выхода произведения в свет – это своеобразная дань памяти именитому земляку. Александра Головина, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган Сыктывкар.